Основной вопрос инициатором явилось управление капитального строительства, это все-таки обсудить текущую ситуацию с ремонтно-реставрационными работами по дому Вильнера. Дом Вильнера – это объект культурного наследия. Он некогда принадлежал известному купцу. Его недаром называют Сибирским зимним дворцом. Архитектурный проект уникален для нашего региона. Однако уже более 20 лет здание находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается. В прошлом году краевые власти нашли деньги на реконструкцию. Строители приступили к работам, но допустили серьезные отставания от графика. Подрядчика штрафовали дважды, но несмотря на стабильное финансирование, темпы реставрации остаются низкими. Более того, на объекте рухнула одна из внутренних стен. Если мы поймем, что работа по объекту и сдачу срывает генеральный подрядчик, будут применены самые жесткие санкции. То есть мы будем расторгать контракт, включать в список неблагонадежных поставщиков, соответственно вы потеряете все контракты, которые у вас сейчас есть. То есть я бы вам не рекомендовал шутить с этим. Подрядчик, в свою очередь, обещает втрое увеличить количество рабочих на объекте и ликвидировать отставание. Уже сейчас строители разработали план мероприятий, которые позволят закончить работы к концу 2016 года. Развести противоаварийные работы и ликвидировать то отставание 2015 года за февраль и март месяц этого года. И войти с 1 апреля на полную мощность, чтобы сдать объект в этом году. Также стало известно, что уже в этом году в Минусинске начнется долгожданное строительство Центра культурного развития. Его передадут драматическому театру, который на время ремонта собственного здания останется без помещения. Театру некуда уйти на период реконструкции, поэтому было решено построить такой модульный дом культуры. Пока не знаю, какой проект вообще выбран. К сожалению, финансовая ситуация такова, что было решено отказаться от малой сцены. Хотя в современных условиях я считаю, что это требование вообще ко всем театрам, чтобы в обязательном условии была малая сцена. Участники совещания уделили внимание и квартирному вопросу. Уже этой весной в 8 микрорайоне начнется возведение первых зданий по программе «Жилье для российской семьи». Для граждан эти квадратные метры обойдутся ниже рыночной цены на 20%. И цена квадратного метра установлена для Минусинска – 31 200 за квадратный метр. И льготная ипотека предусмотрена в объеме от 9 до 10% годовых. То есть все это направлено на то, чтобы люди, которые не могут приобрести на рынке, смогли улучшить свои жилищные усвоения. В течение двух лет по этой программе в Минусинске построят 65 тысяч квадратных метров жилья. Земельные участки под строительство уже определены. Инженерные сети подведены к стройплощадкам. В настоящее время завершается работа над списком нуждающихся граждан. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова